Детское радио представляет Привет, с вами Наталья Кочеткова. Сегодня с помощью книг для малышей мы будем учиться таким страшно важным и абсолютно взрослым вещам, как выстраивание отношений и отслеживание причинно-следственных связей в программе О новом принято говорить как о чём-то абсолютно прекрасном. Новенькое, свеженькое, хрустящее, с иголочки. И как-то мы редко думаем о том, что новое – это ведь ещё и незнакомое, непривычное, да что там лукавить, чужое и, может быть, даже опасное. К нему ещё нужно присмотреться, узнать получше, привыкнуть. И это касается в той или иной степени абсолютно всего и всех новинок, новостей, новичков и нововведений. Они интересны, они не дают заскучать, но требуют полного нашего внимания. Зачем мы всё это обсуждаем? Чтобы дальше перейти к одной истории. Итак, в неком месте на Земле жили-были звери – звериное сообщество. Надо сказать, что все они жили друг с другом в абсолютном мире и согласии. Вот прям душа в душу. Никто ни с кем не ссорился, никто ни на кого не нападал, и вдруг устоявшаяся гармония в один момент была разрушена. В их обществе появился незнакомец – чужак. Мало того, что он чужой, так ещё и выглядел так, как никто из них – высокий, с большими рогами. Звери такого никогда не видели. На всякий случай они заопасались. А вдруг он не захочет с ними дружить или даже обидит? И решили для начала уменьшить различия между ними и пришельцем. Волк прикрепил к голове сухие кленовые ветки в виде ветвистых рогов, тигр попробовал жевать траву, жираф энергично водить носом, а слон подражать его изящной походке. Без всякого успеха, впрочем. Но знакомству и налаживанию отношений это как-то не способствовало. И тогда одна маленькая цикада просто сказала «Привет, давай дружить». И эти слова оказались тем самым волшебным заклинанием, которое превратило посторонних в близких. Книгу о зарождении дружбы написали турецкие авторы Нихан Тимис и Бурджу Елмаз. Она так и называется «И кто-то сказал привет». Не сомневаюсь, что она будет полезна всем, кто в этом году в первый раз пошел в новую группу детского сада или в новый класс школы, а также тем, в чьем сложившемся коллективе появились новички. Она поможет подружиться. Возрастная маркировка издания 0+. Я не сомневаюсь, что среди вас есть немало поклонников книжки Лауры Нумеров «Если дать мышонку печенье». Ее уже переводили на русский язык. Помните ее? Если дать мышонку печенье, он попросит молока. Нальешь ему молока, он захочет пить через соломинку. А когда все выпьет, ему понадобится салфетка. Потом ты должен будешь поднять его к зеркалу. Пусть он сам убедится, что молочные усы исчезли. Когда мышонок увидит себя, он решит, что неплохо бы постричься. И тогда ты побежишь за ножницами. Ну и так далее. В общем, в доме грядет генеральная уборка и все такое. Так вот, эта книжка у Лауры Нумеров не единственная. Есть целая серия. И сегодня передо мной лежит книга, которая называется «Если дать котенку кексик». Вы догадываетесь, что будет «Если дать котенку кексик»? Нет? Что ж, тогда бегите за книгой про котенка и читайте скорее. Она, кстати, не менее веселая и озорная, чем про мышонка. Возрастная маркировка 0+. Итак, я вам сегодня рассказала о книгах Нихан Тимис и Бурджу Елмаз «И кто-то сказал привет» и Лауры Нумеров «Если дать котенку кексик». Послушать программу можно также на сайте детского радио дети-фм.ру в разделе «Почитайка». Приятного вам чтения и до новых книжных встреч! Редактор субтитров А.Семкин